к этим ребятам. То есть меня сейчас не интересуют здоровые люди, у которых нет инсулинорезистентности. Меня интересуют люди, у которых постоянно хочет жрать. Бесконечно. Бесконечный цикл, бесконечный круг. Какие продукты провоцируют инсулинорезистентность? Если вы ходите по эндокринологам, по врачам, если вам поставили этот диагноз, значит вам должны показать список продуктов, которые провоцируют это. Что нельзя вам есть? Я хочу жрать сладкое. Я тоже раньше хотела жрать постоянно. Да, кто хочет постоянно есть, постоянно есть это вот оно самое. Как уменьшить холестерин? Мы с вами про это тоже разговариваем на прямых трансляциях очень часто. Ребята, кто меня еще не знает, пожалуйста, огромная просьба, подпишитесь. Зовут меня Анастасия Климович, мне 33 года. Я международный консультант по сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. Работаю клиническим нутрициологом уже почти 13 лет. Если все, что касается стройности, красоты, здоровья, вы здесь можете узнать на прямой трансляции. Мы это постоянно обсуждаем. И для того, чтобы присоединиться к команде, для того, чтобы получить свой собственный реальный крутой результат, пожалуйста, вот мой телеграм-канал, присоединяйтесь. Пишите, подписывайтесь и присоединяйтесь. Нету никаких тайн, нет никаких секретов. Если вы будете выполнять мои рекомендации, то вы избавитесь и от инсулинорезистентности, и восстановите свой, скажем так, эмоциональное, свое эмоциональное состояние. Также похудеете и куча всего. Правильное сбалансированное питание рулит. Спасибо большое, очень приятно. Я занимаюсь правильным сбалансированным питанием уже 14 год. Почему постоянно хочется кушать? Потому что вы постоянно повышаете сахар. Ребята, услышите меня, пожалуйста. Вам постоянно хочется кушать по той причине, что вы кушаете те продукты, которые постоянно провоцируют выброс инсулина. Провокация выброса инсулина, она зависит от углеводов, которые вы кушаете в этом продукте. Самые главные, наверное, продукты, которые провоцируют инсулинорезистентность, это первое, это любые мучные продукты, да, хлеб, хлебобулочные изделия. То есть, что провоцирует инсулинорезистентность? Любые хлебобулочные изделия. В любом виде. Булки, плюшки, ватрушки и так далее, там подобное. Возможно ли похудеть в 50 плюс? Виктория, у меня весь клуб 50 плюс. Вы зайдите на мой телеграм, посмотрите, пожалуйста, на результаты участников клуба. Вообще нету разницы, какой у вас возраст. Просто в 50 плюс люди уже более осознанно подходят к этому вопросу. В 50 плюс люди действительно хотят избавиться от лишнего веса, потому что это повлияет на здоровье в дальнейшем. А может быть уже и повлияло на здоровье. Так что нету разницы, сколько вам лет. Важно просто быть в грамотной системе, важно выполнять рекомендации, важно слушать наставника, слушать своего консультанта и делать то, как вам говорят. Да не важно, подсушенный хлеб, не подсушенный хлеб. Инсулинорезистентность развивается от ваших хлебцев, которые вы едите. Там хлебцы фитнес. Любой хлеб, любые булки, вообще все. Дальше у нас с вами идет, конечно же, сладкое. Любое сладкое. Мармеладки, печенюшки, то есть эти всякие зефирки, я не знаю, там мед. Что вы там любите? Инсулинорезистентность. Любое сладкое, мороженое, пирожное, торты, то есть все, что вы любите, это все инсулинорезистентность. Любое из муки нельзя, потому что мука это крахмал. Друзья мои, мука это углеводы, мука это сахар, мука это то, что вот это ваша инсулинорезистентность. Даже хлебцы, представляете? А хлебцы это вообще просто полный кошмар с вашими хлебцами. А еще есть такие, знаете, мега крутые батончики, протеиновые батончики, которые вы покупаете на прилавке магазина и думаете о том, что вот это мое спасение, там есть белок. Там помимо белка еще сахара выше крыши. Это ваша инсулинорезистентность. К сожалению, люди не разбираются. К сожалению, люди не разбираются в продуктах питания, которые находятся перед вашим носом. Да любая мука, неважно, ржаная, кукурузная, там, я не знаю, белая, зеленая, малиновая. Это маркетинг, друзья мои. Это маркетинг. Это все для того, чтобы развести человека, для того, чтобы он это поел и заболел. У меня муж ест каждый день мучное, сладкое, пьет колу, а вес всю жизнь 72, при росте 178. Ну, замечательно. А как супруг себя чувствует? Какой у него холестерин? Какой у него сахар? Есть ли у него какие-то заболевания? То есть, просыпается ли утром он без будильника? Все ли в порядке у него с желудочно-кишечным трактом? Вы не смотрите на вес. Вы смотрите, как человек себя ощущает. Как раньше всю жизнь ели хлеб и булочки? Во-первых, начнем с того, что раньше мы с вами очень много было физической активности. То есть, сейчас мы даже в булочную ездим на машине. Раньше было много физической нагрузки. Это первое. Во-вторых, раньше качество продуктов питания были в разы лучше. Было меньше химии, было меньше сахара, было меньше углеводов, было меньше жиров. То есть, разного... Ну, качество было другое. И плюс очень большая физическая активность была. Так как раньше уже никогда не будет, нам нужно с вами смириться вот с этими современными реалиями, в которых мы с вами живем, и подстраиваться, и все. Хлеб для диабетиков – это тоже маркетинг. Конечно. Да? Да? Выкиньте на помойку. Холестерин в норме, сахар в норме, энергии завидуют молодые. В 67 работает на физической работе. Ну, что я вам могу сказать? Повезло. Повезло. Редко можно встретить такого человека, но такого человека можно молиться. Продолжение следует...